Спасти пострадавшего, потушить пожар, пройти полосу препятствий. В Кирово-Чепецке прошли соревнования добровольных пожарных дружин. Они есть на всех предприятиях с опасным производством. Участникам нужно было как можно быстрее, без ошибок пройти дистанцию, которую для них подготовили спасатели. Удалось ли спортсменам доказать, что они достойны быть добровольцами, расскажет Елена Шарыгина. В своей команде у Анны Кокаревой была самая сложная задача – пробежать дистанцию в снаряжении пожарного, да еще и успеть огонь потушить. Девушка вместе с коллегами из компании «Уралхим» входит в добровольную пожарную дружину Кирово-Чепецка. И в таких соревнованиях участвует регулярно. Не первый раз, поэтому все хорошо. Но я боялась за огонь, потому что не с руки было. То есть с другой стороны. Но все получилось. Мы молодцы. Помогаем друг другу. Мы же команда. Соревнования добровольных пожарных дружин в Кирово-Чепецке проводятся регулярно. В этом году от химической компании приняли участие 10 команд. Три из них женские, остальные мужские. Во время прохождения эстафеты коллеги помогали и поддерживали друг друга. В чем плюс? Ну, возможно, когда-то это пригодится в жизни. Но не хотелось бы такого никому пожелать. Добровольная пожарная дружина создается на всех предприятиях с опасным производством. И такие соревнования – это хороший повод проверить свои силы. Но и спасатели видят, на что способны дружинники. Цель данных соревнований – это поддержание нашего движения добровольных пожарных дружин, которые у нас уже довольно продолжительное время созданы, функционируют и работают. В том числе проверить, как говорится, в боевых условиях навыки и действия нашего персонала в случае возникновения нештатных ситуаций. Добровольцы и профессионалы всегда шли рука об руку, помогали и поддерживали друг друга. Всегда есть смелые и неравнодушные люди, которые готовы отдавать свои силы на борьбу с пожарами. В этой эстафете мы создали максимальные условия, приближенные к реальным. Поэтому здесь они оттачивают свое мастерство. Результаты, в принципе, у нас ежегодно примерно одни и те же. Это лидирующие позиции занимает филиал компании «Уралхим». То есть их добровольцы регулярно тренируются и очень ответственно относятся к этим соревнованиям. По итогам забегов лучшей среди женщин стала команда производственной лаборатории «Уралхима». В мужских состязаниях победу одержали сотрудники газоспасательной службы из этой же химической компании. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов. Бюро новостей Давича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова